Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – венчурный бизнес в России. Может показаться, кстати, я вдруг подумал о том, что это такая предновогодняя передача, потому что непонятно, о чем мы будем говорить. Может быть, в этом есть какая-то истина, потому что мои уважаемые гости сегодня расскажут более подробно. Для подавляющей большинства, мне кажется, все-таки эта вещь пока еще не очень близкая. И в этом будет новогодний сюрприз. Поэтому, Слава, прекращай, прекращай. Снимает в студии сейчас все, что происходит, он снимает в студии. Ну, как минимум, позитивный настрой это уже радует. Итак, давайте знакомиться, уважаемые слушатели, я представляю сегодняшних гостей. Это Владислав Солодкий, руководитель вечерного фонда «Лайв Среда». Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, спасибо большое за приглашение. Подожди, мы еще не расходимся. Итак, это Вячеслав Семенчук, основатель проектов «Май Эпс» и «Лайв Пэй». Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. И это Константин Шабалин, руководитель проектов «Смарт-маркет.нет» и «Синг Твайс». Добрый вечер, Кость. Добрый вечер. Я рад вас видеть. Неуемный Владислав продолжает запечатлять себя в истории. Я люблю Инстаграм, мобильный сервис, все венчурные разработки. Не только в них инвестирую, но и сам пользуюсь. Ты потом можешь скриншоты снять. Наверняка, да. Все, кто сейчас нас слушает, сразу сегодня после эфира заходите куда? Фейсбук, да? Фейсбук. Все, и там все в подробностях будет выложено, не отходя от кассы, что называется. Ну, все-таки мы отвлечемся сейчас от этого. Хорошо, мы немножко по другому поводу собрались здесь. Значит, я еще раз напомню нашим слушателям. У них есть возможность позвонить. Ну, давай так. У них есть возможность принять участие в нашем разговоре, в любом нашем разговоре, включая сегодняшний. Для этого позвонить в студию по телефону 6510-996, код Москвы495, либо зайдя на сайт компании финам.ф. Ну, вот, собственно, и все приготовления. Давайте начнем разговоры. Первый вопрос. Слушай, позвольте я его лично от себя озвучу. Что такое вообще венчурный бизнес? Костя, давай с тебя начнем. У меня, кстати, да, я понимаю, что тебе нелегко сейчас. Хорошо. Да нет, все в порядке. Владислав, да, подсказываешь этот вопрос ко мне. Нет, на самом деле я поступил хитро. Я только что распечатал из Википедии. У меня есть подробный ответ на этот вопрос. Я хочу просто вас проверить. Давай, Владислав, хорошо. Тебе вопрос. Что такое венчурный бизнес? Ну, у меня нет Википедии под рукой, но при этом, если объяснять просто, то это инвестиции с высокой долей риска. Высокая доля риска связана с тем, что это инвестиции в какие-то новые либо отрасли, либо налоги, либо разработки. Как правило, люди, которые не занимаются этими инвестициями, трактуют немного по-другому. Они трактуют венчурный бизнес как бизнес с очень высокой доходностью. Да, это тоже есть, но так как там высокие риски, то на самом деле... Если классически к инвестиции подходить, то мы всегда определяем риск доходности, и она друг другу обычно друг другу соответствует. Если высокие риски, значит, ну, априори должна быть. А смысл тогда? Просто слиться побыстрее. Продолжай. Ну, абсолютно нет. Поэтому есть разные типы венчурных фондов. На самом деле, в России почему-то там слово стартап и слово венчурный фонд, как правило, ассоциируется с онлайном, с интернетом, либо с мобайлом. А это не всегда так. Да, в мире вообще стартап — это, в принципе, любой начинающий бизнес. Новый проект, да? Стартап. Да, не обязательно он какой-то связан с новыми технологиями и так далее. А венчурный бизнес, на самом деле, это любой бизнес, там, не знаю, с новой энергетикой, с альтернативным топливом, с медициной, с наукой. То есть все, что касается чего-то нового, что неизведанного и так далее. Вот, кстати, извини, у тебя-то нет, да, Википедия под рукой, а у меня есть. Вот мне понравилось как раз в рамках твоего рассказа, вот здесь, значит, написано так, что понятие венчурное — это недостающее звено между наукой и производством. Вот так это здесь объясняется. Есть в этом правда термяжная? Ну, да, то, что я часть какой-то экосистемы пищевой цепочки. Ну, она не обязательно пищевая. Есть некое звено наука, а вот производство. Ну, в принципе, это достаточно устояющий термин, что есть там стартапы, и между ними и клиентом, и деньгами есть в этой пищевой цепочке венчурные фонды. Каждый отвечает за свое там звено этой пищевой цепи. Вот, поэтому... Так, хорошо, с этим более-менее разобрались. Давайте два слова буквально, ну, и, может быть, не два. Кстати, хотел еще про венчура добавить. Давай. Потому что у этих проектов есть такой важный момент. Поскольку это все новое, то их особенность в том, что их очень сложно оценивать. И там достаточно сложная сооценка стоимости. Ну, да, если... Если это обычный какой-то сектор бизнеса, который всем уже известен, если ты ресторан открываешь, то примерно понятно, что с ним будет происходить, как он будет расти, как его делать вообще в целом. Слово, какие инвестиции, когда будет отдача, да? Да, да, ну, то есть есть какие-то похожие модели. Все, что касается венчура, это обычно вот что-то, ну, совершенно неизведанное. Именно в этом отсюда все риски и произрастают. Да, инвестиции в неизведанные. Романтично достаточно звучит. Ну, на самом деле, это такая же работа, как и любая другая. Там есть свои правила игры. Вот о правилах игры. Верности, рабочие деньги. Будет интересно очень послушать о правилах игры. Ну, я еще раз повторю, собственно, давайте буквально там, не знаю, как вы построите этот разговор о собственных проектах. Костя, давай с тебя начнем. Ну, собственно, сейчас один из наших центральных проектов это как раз SmartMarket.net. Это неожиданно очень в кассу поговорить сегодня об этом проекте, потому что... На Су Новый год? На Су Новый год, с одной стороны. С другой стороны, SmartMarket.net, это же, по сути, система, сервис по торговле на лиме непубличных компаний. Что это означает? Это для того, чтобы понять механику нашего проекта, можно себе представить такой ebay, на котором вы можете купить, продать кусочек какой-то компании, которая вам нравится. И суть-то как раз заключается в том, что мы часто говорим, объясняя, что у нас за проект, что это такой способ присоединиться к венчеру для обычного человека, потому что ты с небольшой суммой можешь прийти и инвестировать в то, что тебе нравится. Подожди, я сразу вопрос тебе задам. Это, видимо, имеет принципиальное отличие от стандартных инвестиций, когда есть некая биржа, как торговая площадка, там есть публичные, естественно, компании, понятные, как минимум мы пытаемся их понять, и там тоже можно кусочек этой компании купить в виде акций. Да, но вот это вот главное отличие в чем? Когда мы говорим о бирже и когда мы говорим о фондовом рынке в целом, то есть если говорить с каким-то экономистом отдельным, то он в первую очередь скажет, что такое фондовый рынок, он скажет о том, что это некий способ привлечения инвестиций в экономику, потом подумает, покраснеет, скажет о том, что, ну, наверное, это уже давно не очень работает. А почему он так покрасит? Ну, потому что биржа там последние несколько десятков лет, это уже в основном не привлечение инвестиций в экономику, это больше спекуляция. Ну, хорошо. Там все это, в это улетело. В данном случае мы говорим о инвестициях в бизнес, который развивается рядом с тобой, малый и средний бизнес, ну, то есть не компания в ровне «Газпрома», а как раз, например, там, кафе, стартапы, IT-стартапы, там, что-то, возможно, медицинская клиника какая-то в таком духе. Ну, я понял, да, вот это и есть принципиальные отличия, хотя у меня сразу опять вопрос возникает, ну, как человека, если позволите, искушенного в классических инвестициях, да, а что ты мне предлагаешь взамен моих денег? Вот там я покупаю акцию и в депозитарии написано, что я являюсь собственником «Газпрома». Ну, так громко звучит, конечно, у меня две акции из «Газпрома». Собственно. А здесь что, где? Все то же самое. В итоге получится то же самое. То есть мы говорим о том, что это, если это ООО обычное, то в данном случае после покупки ты получишь долю. А каким образом? Что у меня в уставной компетенте… Да, в документы меня… То есть если продажа долей, значит продажа долей. То есть она именно юридически закреплена. У меня будет договор, да, какой-то некий договор, на основании которого вот теперь я… Вот если это продажа акций, если это уже акционерное общество… Извини, пожалуйста, я сразу перебью. Это не очень сложно. Потому что, ну, как вы знаете прекрасно, как происходит покупка, да, особенно сейчас в эру высоких технологий. Я нажал на одну кнопочку и все, я стал собственником «Газпрома». Вот об этом и речь. Да, а здесь это все… Здесь на самом деле примерно то же самое. То есть если посмотреть, чем занимается Smart Market.net, это, возвращаясь к историям бирж, первоначальные биржи представляют себе здания, куда люди действительно приходили, смотрели в глаза друг к другу, видели человека, который привлекает деньги, тот, кто их приносил, задал какие-то вопросы и так далее. Чем больше все это развивалось, тем больше появлялось новых технологий, тем больше происходило вот это вот разделение между продавцом и покупателем, между инвестором и тем, в кого инвестируют, появлялись огромное количество посредников. Константинговые компании, аудиторы, инвестбанки, они плодились-плодились, они продавали себя как необходимые элементы всей этой цепи, потому что они а-ля хеджируют риски. И люди достаточно долго в это верили, потому что была иллюзия, что все растет, все действительно достаточно долго росло, но прошедший кризис, он, собственно, почему его называют кризисом доверия, да, потому что все это строилось на системе доверия, что все эти институциональные игроки действительно хеджируют твой риск. Обнаружу, что ничего они не хеджируют, они просто откусывают часть твоей маржи, оборачивая это в огромные там заключения. Я понял, Слава, сейчас мы новости послушаем, а потом продолжим. Продолжаем сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финал ФМ, я Олег Дмитриев. Мы сегодня обсуждаем тему венчурного бизнеса в России. Оказывается, эта вещь действительно, ну, как минимум, уже мне интересная. Эта вещь очень перспективная, как мне опять-таки показалось из наших первых 12 минут разговора. Ну и главное, что она действительно присутствует в лице моих сегодняшних гостей, как минимум. Я еще раз представлю их. Это Владислав Солодкий, руководитель венчурного фонда LifeSreda. Это Вячеслав Семенчук, основатель проектов MyApps и LifePay. Это Константин Шабалин, руководитель проектов SmartMarket.net и SyncTvice. Собственно, ушли мы на новости, когда Владислав рассказывал отличия, да? Да, SmartMarket.net от... Ну и вообще, да. Взаимоотношения. Взаимоотношения от непубличных. И там действуют компании. Кстати, извини, пожалуйста, я сразу интригу. Вот у нас пошли вопросы уже в электронном виде. И в большинстве случаев люди... Их можно читать? Их можно читать. Я их чуть позже буду читать, и вы будете на них отвечать. Это нормально. Я просто к тому, что основная интрига именно в этом. А где, где, где? Тут-то все понятно. Тут все... Ну, или, как мне кажется, здесь понятно. Здесь есть страховка некая. А вот в вашем-то случае, где она эта страховка? Это потом мы будем отвечать на этот вопрос и на эти, точнее, вопросы. Давай мы вернемся к тому, да, как... В чем отличие публичности от непубличности? Соответственно, публичное я начал с истории бирж, потому что появлялось огромное количество посредников, которые, да, создавали иллюзию хеджирования некоторых рисков, и при этом откусывали у тебя какое-то количество в реальности маржи от тех денег, которые ты мог бы заработать, если бы на них не обращал внимания. Все это работало до тех пор, пока вдруг не случился кризис, который показал, что это там не очень работает. Причем не сам кризис, еще до него было огромное... Ну, не огромное, но достаточное количество просто очень больших дефолтов, которые показывали, что посредники не справляются со своей ролью. При этом существует непубличный сектор экономики. Непубличный не значит там какой-то теневой, криминальный и так далее, потому что часто, да, еще у обывателей появляется и такая ассоциация, что раз непубличный, значит... Серые какие-то схемы. Темные вещи. Это компании, которые просто не вышли на биржу. Они могут быть в различных формах организации собственности, открытые акционерные общества, закрытые, и ООО, и там любой юридической формы. Просто не торгуются на бирже. Да, да, то есть если, чтобы выйти на биржу, да, должны быть определенные, юридические, по крайней мере, да, для того, чтобы залезетиноваться, да, биржа предъявляет условия. А здесь может кто угодно. Вот как раз, да, к этому я и подошел, что биржа требует достаточно большое количество обязательных элементов, чтобы на ней размещаться. Там огромное количество заключений, отчетов, формы отчетности, ее регулярности, по каким параметрам и так далее. Кстати, я хочу сказать, что это не всегда плохо, если говорить о финансово составляющей этого дела, да, то есть... Нет, по идее это неплохо, просто это оказалось, что не всегда работает. А при этом есть сектор экономики, причем в России он гораздо больше, например, чем в Америке, где первые непубличные биржи зародились в интернете. То есть зародились они там, но здесь непубличный сектор больше. И в силу там нашей ментальности, истории экономики и там сложившихся в каких-то правилах игры, есть огромное количество компаний, которые очень успешны, они генерят большое количество денег, мы их все видим, ими пользуемся, и при этом они не размещаются на бирже и не хотят там размещаться. По совершенно разным количествам причин. Вот дальше я бы опять вернулся к eBay, что сделал когда-то там eBay в интернете по сравнению с другими ритейлерами. Пока ритейлеры были оффлайновые, там тоже были правила игры, что ты должен прийти, поклониться, там показать какой-то объем торгов. То есть все это очень похоже на биржу своей зарегулированной. Потом пришел eBay и сказал, что все это неважно, если ты хочешь что-то продать, ты можешь быть маленьким, микроскопическим, нано, ты можешь быть огромным, любым. Главное, что ты можешь прийти к нам быстро и легко, выложить свой товар на витрину, а весь бэк-офис, то есть там доставку, проведение платежей от покупателей к продавцу, ну, потом еще не добавили страховки. Мы это все возьмем на себя. Здесь то же самое. То есть первая подобная непубличная биржа непубличных компаний SecondMarket.com в Америке, она по факту это такой eBay для мидеритариев. Там необязательное разрешение руководства компании, чтобы листинговать и продавать в ней доли. Любой мидеритариев может зайти, завести новую котировку, если ее еще нет, выставить акции и их продать. Там нету требований по отчетности. Да, это создает некоторые вопросы к тому, что а как же проверять, но при этом там и торгуются компании с некоторым другой инвестиционной идеей. То есть первая идея – это идея лояльности. Я инвестирую, потому что я сам пользуюсь этим сервисом. Если посмотреть, за счет чего вырос SecondMarket.com, он взлетел, первые объемы торгов очень большие пришлись на Facebook. Люди инвестируют в Facebook, потому что они сами им пользовались, им было нормально множеству людей отдавать небольшие кусочки денег, покупая, продавая акции на этой площадке. Вторая, то есть первая идея – это лояльность. Вторая идея – это на самом деле идея, которую всегда пропагандирует Уоррен Баффет. Не инвестируйте в компании, в которой какой-то инвестбанк большой написал хорошее заключение или там меморандум, а инвестируйте в тот бизнес, который вы видите и понимаете своими глазами и своей головой. Ну или это еще часто переводят, как инвестируйте в бизнес у дома. Вот если посмотреть на все его там самые рекордные сделки, они были заключены в все компании, которыми он либо пользовался, либо они так получалось, рядом с ним располагались чисто географически. Поэтому если взять… Баффета мы считаем все-таки классическим инвестором, в непонятные вещи вряд ли он будет вкладываться. Ну как раз ему понятные вещи. Вот как раз-таки такого рода площадки позволяют… Например, есть там, если переходить на конкретные примеры, есть ресторанный холдинг «Гинза Прожект». Мы там огромное количество ресторанов, мы в них ходим, едим, встречаемся, знакомимся, влюбляемся, оставляем чаевые. Он нам понятен, мы его видим. Компания не публичная, публичность становиться, насколько мы видим со стороны, не собирается. Соответственно, вот один из возможных эмитентов. Второе там, если приводить как пример, это всевозможные режиссеры. Взять какого-нибудь режиссера, который до этого уже снимал картины, мы понимаем, что ему есть чем рисковать, то есть его там именем, репутацией и так далее. Ему не надо создавать какое-то огромное количество действий посредников, чтобы убедить нас вложить деньги в его фильм. Сейчас он бегает по рынку и ищет один большой чек, одного большого инвестора, который бы вложился. Но если у него уже есть какое-то количество людей, которые уже смотрели его фильмы, ему доверяют априорно, то он может просто разместить свой фильм в виде компании. Соответственно, необходимый бюджет для фильма раздробится на маленькое количество долей, ну или там, назовем их, какие-то акции. Люди маленькими чеками в него вложатся на большое количество людей без всяких посредников. Вы вначале говорили про то, что сложно или не сложно. То же самое просто. Вот если вы покупали товары там на eBay, Amazon или Ozone, то буквально там в один клик вы получаете три услуги в одной. Первый — это информационное, это сведение заявки продавца и покупателя. Если второе, то назовем ее документарную, это передача прав собственности на долю в компании, не вставая с места. То есть ни вы, ни покупатель, ни продавец никуда не выходит. Хотя сейчас, чтобы продать долю в непубличной компании без нашей площадки, надо как минимум два визита. Два раза встать. Да, физических и не самых приятных, если посмотреть сейчас за окно и на мороз, который... И на пробки десятибалльные. Да, глушует. Слав, извини, пожалуйста, я тебя прерву, потому что давай все-таки Вячеслава тоже послушаем, потом мы вернемся. Я только за, потому что я инвестор и в ту, и в другую, и в третью площадку. Вот ты лишний раз... Я везде за... Лишний раз имеет возможность отчет услышать, да, от своего... Я на самом деле продолжу повествование Владислава. Здесь действительно стоит упомянуть, потому что Слава пошел по таким известным проектам, как Ginza Project. Здесь с точки зрения инвестиций в те компании, которые дают сейчас возможность гости на ребята проинвестировать, да, то есть здесь можно говорить, если касаться ресторанов, это маленький ресторан около дома, куда мы ходим, который хочет там перерасти в нечто большее, обновить интерьер, обновить дизайн. И здесь как раз та возможность локальных людей, неизвестных брендов, да, где мы там по выходным или по праздникам едим с друзьями или с нашими родственниками, получить как раз от этих посетителей кредит доверия в виде денежных средств и стать акционерами там кафе около дома. Это тоже вполне реальная вещь и выполним. Или там у меня сейчас друг собирается писать книгу и с помощью неких инструментов тоже ищет себе деньги на издание этой книги и все друзья уже там скидывают ценными суммами денег по тысяче, две тысячи рублей на издание этой книги и там помимо финансовых составляющих, которые ребята говорят, это может быть и нематериальная составляющая в виде книги с автографом автора. Ну вот я сейчас как раз хотел тебя перебить и задать мне этот вопрос, извини уж, пожалуйста, потому что первая задача, так сказать, социальную некую, да, это лояльность. Ну вот это инвестиции, по крайней мере, Слава ее озвучил, но у любой инвестиции есть первая, она может быть десятая, но она главная задача, это заработать денег. Вот как я смогу заработать денег? Я вкладываюсь опять, извините, я не хочу, да, никакое, так сказать, противостояние предложить, но классическая инвестиция, я вкладываюсь в компанию и получаю дивиденды от нее. Абсолютно. А здесь, здесь, где я что-то, я приду, приду в этот ресторан, извините, приду в этот ресторан, ну да, там сделали ремонт, новую посуду купили, стол, стул, может быть даже вкуснее стали готовить, мне это приятно, конечно, но это и все, что я могу получить за свою инвестицию? Абсолютно нет, здесь, как ребята рассказали, здесь есть прямое вхождение в капитал компании, то есть прямое отношение тех людей, которые дают деньги. То есть компания будет прибылью со мной делиться, конечно. Ну, если вы захотите, то да, то здесь тоже в отношении не всегда пользователи, которые используют сервис, стремятся только к обогащению финансовым, да, то есть если они хотят, чтобы рядом с их домом шла и был хороший ресторан, куда они могут прийти с друзьями, то есть они могут довольствоваться этим, но если они в публичной своей аферте... Вот пример, пример своего приятеля, да, который сейчас собирает деньги, чтобы, да, опубликовать новый труд свой. Он также мог сказать, ребята, помимо книги я могу поделиться с вами прибылью, но он предложил это именно в той форме, вы получите книги. Если бы это была строчка, мы бы тоже скинулись, но еще бы получили деньги с этого. Ну, или можно привести пример, недавно появившиеся похожие площадки, только таргетированные науку, Петридиш в Америке. Там любой человек, который собирается делать научные исследования, вот в эту кубышку, или назовем ее там, компанию, складывает не просто то, что я проведу исследование, может что-то открою, может не открою. У него есть бизнес-план. То есть если я действительно что-то открою, то я получу на это патент, и это заранее заложено в бизнес-модель. Патент точно так же, человек, который проинвестировал это исследование, он не просто удовлетворил собственную жажду, не знаю, изменить мир или сделать что-то полезное, а он стал совладельцем этого патента. Если патент потом начинает в свою очередь продаваться каким-то другим компаниям для выпуска новых продуктов, новых материалов или еще чего-то, он получает от этого от каждой сделки прибыль. Поэтому как раз таки вот формат «Скиньтесь, я напишу книгу, пришли вам с автографом». Это такая маркетинговая уловка некоторых площадок, которые занимаются коллективными инвестициями. Нам это не очень нравится. Я так понимаю, здесь это на уровне дружеском. А вот на уровне... Извини, мы сейчас абстрагируемся, послушаем новости в исполнении Насти. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем разговор. Говорим сегодня о вечерном бизнесе в России. Прервались мы на новости. И прервались мы на мотивации. На самом интересном, на самом важном все-таки. Видимо, из-за того, что это Финамо ФМ, то первое, о чем думает любой человек, который здесь а работает, б приходит, это что деньги — это самоцель. Да, деньги всех интересуют, но это заблуждение. Считать просто я огромное количество денег трачу и тратил на всех своих последних работ финансовой серии на изучение потребительского поведения, с какой мотивацией оно совершается. Вот из-за того, что все пользуются деньгами, это не значит, что у всех это интерес первого уровня. С такой логикой, если переносить наши интересы на СМИ, то есть, грубо говоря, мы хотим потреблять контент, о чем мы интересуемся, то больше всего изданий должно быть о воде, чуть-чуть поменьше о еде, еще поменьше о воздухе, очень много изданий о деньгах, но в реальности контент абсолютно другой. То есть, доля деловых СМИ на рынке, она там в районе 6% совокупна. То есть, ну, вообще ни о чем. И когда, например, исследуешь... А в основном, что там развлекательная какая-то история? Ну, ну, не обязательно развлекательная, то есть, у людей есть свой интерес. Кто-то там интересуется какими-то семейными ценностями, кто-то ведением там домашних дел, кто-то литературу, искусство, моды, там, чем угодно. То есть, деньги из-за того, что все ими пользуются, не значит, что для всех это цель первого уровня. Вот только если анализировать отдельно выбранных клиентов, которые торгуют на бирже, видимо, которые чаще всего приходят на Финам.фм, то да, у них деньги ради денег. То есть, когда ты их спрашиваешь, ну, вот вы заработали деньги, если спросить, например, депозитных клиентов, которых в разы больше в России, зачем вам деньги, зачем вы хотите их увеличить, люди будут говорить, там, какие-то вещи, там, не знаю, дом купить, там, куда-то поехать с любимой девушкой, еще что-то. Вот клиентов брокерских компаний, они отвечают, ну, как деньги, у меня их станет больше, а потом, а потом еще больше, а потом, а потом я умру. Вот, не дай бог, не дай бог. Для них создана биржа, они там постоянно спекулируют, не вникают действительно в то, чем занимаются компании, больше ориентируются, там, на теханализ, прочие вещи технические, никак не относящиеся к содержанию. Но еще большее количество людей и еще большее количество компаний, в сумме, да, они меньше, чем голубые фишки на, ММВБ и РТС, но совокупные гораздо больше, ну, как доля экономики, ими пользуется гораздо большее количество клиентов, они их понимают просто потому, что они вот каждый день туда ходят, и, да, там есть, это действительно инвестиции, потому что у них есть, там, бизнес-план, они генерируют денежный поток, эти компании этим денежным потоком со своими акционерами делятся, но не сами по себе деньги являются основным мотиватором. Это желание что-то новое создать, улучшить жизнь вокруг себя, это не какая-то самаритянская цель, а когда ты действительно вкладываешься в бизнес или компании, которыми ты пользуешься. Вот я буду инвестировать там в Facebook до последнего, просто потому что я им пользуюсь каждый день, мне не важно, он прибыльный, если он прибыльный, окей, мне хорошо, сейчас он обвалился там практически в два раза, тоже ничего, он является элементом моей жизни, без которой она не была бы такой. Точно так же, как, например, рестораны Ginza Project, с ними у меня связаны не только какие-то потребительские ощущения, там, деньги или еда, да, там, общение, эмоции, атмосфера, ну, зачем мне жить просто ради, там, денежных знаков и так далее, ну, лучше уж сразу. Не надо, не надо, уже сразу, я знаю, опять понимаю, к чему ты ведешь, давай Славу послушаем, вот у него действительно есть какие-то оригинальные идеи в этом. Да, я бы тут хотел как раз его представить, потому что мой фонд проинвестировал сейчас в шесть проектов, у четырех из них, так или иначе, есть аналоги за движом. Кстати, Владислав, давай вот отсюда мы начнем, то есть мы за эфиром, по крайней мере, да, выстраивали взаимодействие, выстраивали взаимоотношения между собою. Вот есть... Не, мы их давно уже выстроили. Ну, для меня вы рассказывали, для меня. Я так, если я правильно понял, да, есть Владислав, это кошелек, это фонд, да, который, собственно... Я управляющий, я не сам по себе кошелек. Ну, нет, понятно, ты представляешь этот кошелек. И вот деньги из этого кошелька, да, идут в эту и в эту сторону. Ну, соответственно, сейчас в шесть сторон, а в перспективе трех лет этих сторон должно быть 50, то есть в течение трех лет есть желание создать фонд, в котором мы специализируемся на инвестициях только в финансовые, околофинансовые стартапы. Ни один венчурный фонд ни в России, ни, кстати, в мире только на этом не специализируется. Есть фонды, которые вкладываются, но они вкладываются еще много во что. Фонды, которые были бы заточены только на финансовый сектор, их нет ни в России, ни в мире. Сейчас, соответственно, вот я все-таки представлю Славу передам у Слава. И правда вопрос, а потом я к тебе. Шесть проектов и четырех из них так или иначе есть какие-то аналоги, близкие, далекие за рубежом. Вот Слава один из двух проектов, он был на самом деле практически первым в портфеле, у которого нет никаких аналогов ни в России, ни за рубежом, он делает действительно что-то новое. Когда мы только познакомились, у меня сразу же возникла гипотеза, что этот проект будет больше, чем в России востребован, например, в Китае, в Латинской Америке и в Соединенных Штатах. И недавно вот был первый релиз этого сервиса в AppStory. И, во-первых, это количество там скачиваний, не скачиваний и так далее. Ну давай, не интригуй уже, расскажи, о чем речь-то. Вот Слава, слово тебе. На самом деле здесь было про кошелек. Я хотел уточнить, что кошелек не классический, потому что мы здесь про венчур, и в отношении Владислава и фонда LifeSredam и на самом деле тех фондов, о которых мы говорим там в мировой масштабе как венчурных фондов, нужно говорить в большинстве своем, а особенно относительно LifeSredam это так называемый умный кошелек, умные деньги, смарт-мани. И действительно наши два проекта это MyApps и LifePay, о которых сейчас поговорим немножко, приходили в фонд именно за теми умными деньгами, не просто в кубышку или в кошелек, о котором мы сейчас говорили. Это принципиальное отличие в частности венчур со стороны стартапов, которым классически мы являемся на сегодня, то есть это не просто финансовый институт, финансовый инструмент, где мы приходим в банк, берем кредит и делаем бизнес, здесь мы получаем определенные компетенции, в данном случае, как Слава сказал, это компетенции в банковской сфере. Мы действительно на сегодня делаем два проекта, это MyApps, MyApps это сервис, действительно уникальный для российского и международного рынка, который позволяет каждому человеку в этой студии за его пределами и за пределами нашей страны и малому и среднему бизнесу, и в частности малому и среднему бизнесу, но мы говорим все-таки о всех людях на планете, даем возможность создать мобильное приложение для таких популярных на сегодня устройств, как смартфоны, это смартфоны на базе iOS, iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry и так далее. За 5 минут и 5 шагов любой пользователь может создать свое мобильное приложение, опубликовать его в публичных сторах и в любой точке мира другой пользователь может скачать это мобильное приложение, при этом не нужно никаких специальных знаний и умений. Кроме того, мы делаем очень технологический продукт, который не имеет аналогов в мире и действительно является лидирующим с точки зрения технологии в мировых масштабах. Мы делаем международный проект, как Слав сказал, была изначальная его гипотеза, мы ее изначально сами не делали, ну, верили, и действительно прошел релиз в Google Play и в Америке, и мы ощутили очень интересную статистику по китайским пользователям, китайские пользователи начали к нам приходить, начали нас покупать, а если мне кто-то год назад сказал, что наш сервис будет покупать китайцы, я бы не поверил. Здесь, сейчас мы испытываем гипотезу, хотя бы 10% по доллару, китайцев я имею в виду, и мы улетим куда-нибудь на Марс. Оставайтесь с нами. И второй проект, это уже ближе к финансовой сфере, это проект LifePay, который помогает уже конкретно малым и средним бизнесам закрыть такой пробел, как прием пластиковых карт в любом удобном для них месте. К оплате. К оплате, конечно же, да. Здесь идет речь о, опять-таки, смартфонах, которых у нас уже у малых и средних бизнес лежат в кармане практически у каждого, и дополняем его маленьким пластиковым ридером, который вставляется в аудиодек. Устройство, куда мы вставляем аудио наушники, и в совокупности с специальным разработанными приложениями позволяет принимать карты в палатках, ресторанах или курьерам, которые выезжают к нам домой, привозят пиццу, и мы можем оплатить пиццу с помощью этого устройства. Это полноценный аналог платежного терминала, который на сегодня стоит 700-1000 долларов. Мы датируем эти устройства каждому малому бизнесу в России, а скоро в странах СНГ, и позволяем им мгновенно принимать платежи практически бесплатно. При этом в ряде стран этот сервис, несмотря на то, что он изначально был создан для малого и среднего бизнеса, получает большую популярность и среди физиков. То есть я знаю, что, например, в Великобритании малый оборот наличных денег, большой оборот денежных средств по картам. Когда люди приходят в группу платить в ресторан, один платит карты, а вторые, третьи, четвертые, чтобы ему потом не говорить, я в следующий раз за всех рассчитаюсь. Он вставляет в аудиоразъем своего айфона этот пластиковый кубик, открывает приложение, они свои карточки просто прокатывают и возвращают ему мгновенные деньги. Есть еще похожий проект на Украине, там я знаю, даже очень много на эту тему выложено роликов на Ютьюбе, гаишники берут взятки через такие вещи, там просто у тебя нет никаких денег в руках, вот, раз карточкой провел, все, деньги ушли. Ну, понятно, мы этим там заниматься не хотим, мы всячески будем. Целевая аудитория вашего властного как-то выстраивается. С помощью фроцсистем с этим бороться, но просто не все мобильные интернет-сервисы, которые придумываются, выстреливают прям один в один, как они задумываются, то есть, там, Вячеслав стал создавать MyApps для физиков, когда встретился с нами, обсудил, мы увидели очень большую перспективу для малого-среднего бизнеса, там, вот эти мобильные терминалы были придуманы изначально в Америке для малого-среднего бизнеса, наоборот, и физики там по всему миру начали ими активно пользоваться, потому что он ничего не занимает ни в кармане, ни в голове, ни в памяти телефона, нигде там. А их вообще где приобрести-то можно? Приобрести можно, заказав их у нас на сайте, либо также распространяется через отделение наших партнеров, банки по всей России. У нас уже я бы так сосредоточил на двух моментах. С одной стороны, это интересная история для инвестиций, да, потому что то, о чем... Вот, кстати, как раз, да, все вот эти проекты, так они получили деньги от меня, как от фонда, а если бы сразу у нас не одновременно инвестировали во все проекты, а сначала построили Smart Market Net, а потом уже на нем размещали, размещали сами по себе, даже без нашего участия эти проекты, просто вот у Славы очень хорошо получается доносить там все прелести проекта, даже которые еще не существуют, их там, грубо говоря, продавать и, понятно, объяснять потенциальным инвесторам, покупателям, пользователям, то я думаю, если Smart Market уже на тот момент существовал, то он бы привлек инвестиции без нас, вот, просто, ну, микро-платежами от большого количества потенциальных пользователей. Ну, здесь есть, да, прямая аналогия, когда пользователь просто платит за сервис и покупает, либо он инвестирует свое доверие и деньги в сервис заранее. А что касается Славы, это большое дело уметь хорошо предложить, да, тем более то, чего еще и не существует, собственно. Кость, давай к тебе вернемся, значит, мы говорим о том, что вот твоя платформа, торговая, так это называется, платформа, да, я, я, был на Брэнсоне, если вы помните, совсем недавно, вы наверняка тоже там были, потому что очень, потому что мы это организовали. Ну, тем более, нет, просто одна из площадок, да, помните, там три площадки были до его выступления, она была посвящена вот этим стартапам как раз, я это слово там впервые услышал, платформа, платформа, что такое платформа, есть какой-то специфический термин, я его, к сожалению, не запомнил. Там, он был, но мы его хотим переначать, мы сейчас вот по части, ну да, он трудно воспроизводится. Смарт-маркет-нет, говорим это, забудьте про краудфандинг, как наступила эра краудинвестинга. То есть это, в общем... Костя объяснит различия. Для меня небольшая разница, эти расчеты. этого касались уже там в предыдущем, в предыдущей части обсуждения, когда Слава приводил пример своего друга, который вот пишет книгу и собирается дарить эту книгу тем, кто, собственно, проспонсирует написание. Это краудфандинг, это плохо? Это классический пример краудфандинга. А почему это плохо? Ну, потому что там нету, потому что это по факту благотворительность завернута в такую... Там нет инвестиций, да? Маркетинг-глобовочек. Там нету, да фиг с ней с инвестицией, там нету соучастия. Соучастие – это основное слово всех этих проектов. Слушаем новости, а потом подробнее. Итак, мы продолжаем наш эфир, говорим сегодня о венчурном бизнесе в России. Ну, я не буду отнимать время представлять еще раз моих гостей, наверное, уже перед окончанием программы. Давайте продолжим разговор. Костя, вот очень интересно, коснулся темы и, главное, отличия принципиального. Произнесь я не выберу. Как раз говорили о том, что есть краудфандинг и краудинвестинг. Краудфандинг – это как раз... Это плохо, Слава сказал, что это плохо. Ну, наверное, это не так плохо. Кардинально, да, ну, то есть, соответственно, в чем различие? Просто это подмена понятий. Когда говорят о краудфандинге, здесь говорят о неком там цветлом, великом и так далее. Но в реальности, когда мы говорим о помощи человеку в написании книги, что мы в реальности делаем? Мы просто покупаем эту книгу заранее. И краудфандинг – это просто такая система предзаказа в реальности, если мы разбираемся, да, что это такое. Просто две вещи, куда обычно скатывается краудфандинг – это либо в боготворительность завернутую псевдоинвестиции, либо в групповые покупки, как там на группоне и так далее. Вот. Ни то, ни другое направление, если посмотреть на эти проекты, как на бизнес-проекты, там небольшие чеки, небольшой рост, небольшой весь объем этого рынка. И о чем отличается краудинвестинг от краудфандинга – это как раз-таки двумя вещами, о которых я начал говорить до рекламной паузы. Это первое – больше ответственностью, второе – большим соучастием. Что я здесь имею в виду? Когда ты деньги собрал через механизм краудфандинга, то есть все скинулись, и ты ничего не должен, кроме… смогу книжку написать, смогу, напишу хорошую… Кстати, она может не получиться, а второе – он может ее и не дописать. Да, и он ничего никому не должен. Или он может написать плохую, он тоже ничего никому не должен. А вот когда он напишет бизнес-план, что он ее напишет, обязательно продаст издательством. Сроки там укажут. Да, укажут сроки, укажут тираж, не меньше которого он его продаст. По какой цене приблизительно. Сколько он на этом заработает, как там разделится прибыль, это сразу же повышает уровень ответственности просящего инвестиции, чем просто там… Я хороший парень, клево пишу музыку, вот я написал этот трек, послушайте мне, дайте денег на весь альбом. Это не катит. Второй момент уже со стороны тех, кто инвестирует. Когда вы деньги… То есть, когда вы не участвуете, не видите, как вы можете повлиять на проект, то есть, грубо говоря, от вас говорят, вот есть книжка, дайте мне, я бы пришлю с автографом. Ну, окей, здорово. А когда тебе дают реальные легальные инструменты запрашивать у компании, что она делает, куда она потратила деньги, а почему так плохо написано, а давайте, может быть, сменим автора, а может быть, сменим издательство. И кто, кстати, вот эти вопросы задает? Ну, может, любой человек, как раз таки, когда происходит краудинвестинг, извините за постоянное педалирование этих непонятных терминов… Там слово «инвестинг», оно близко все-таки. Да-да-да. Соответственно, это настоящая эмиссия, это настоящие акции, они и законодательно, и незаконодательно подаются регулированию, и как со стороны ФСФР, так любыми другими. То есть, грубо говоря, проинвестировав в книжку, никакой суд потом никого не заставит что-то делать там. И ФСФР не будет разбираться, почему человек деньги собрал и написал там плохую книжку или ФСФР. Это здесь точно ни при чем в данном случае. А когда это эмиссия акций, когда их купили, там, какое-то большое количество миноритарных акционеров, это вещь уже поддающаясь регулированию со стороны огромного количества участников. Вот. Если же говорить о том, наверняка у всех возникнет вопрос, нам его часто задают, а как вот это вот все проверяется, а как я буду... Где гарантии? На самом деле вопросов таких много, я уже не буду их читать. Действительно, вот основная идея вопросов, которые сейчас у меня перед глазами, как убедиться, что меня не обманут, как убедиться, что деньги мои по адресу пошли. Существует несколько механизмов у зарубежных проектов, собственно, разработанных. Мы надеемся, что мы помимо данных разработок добавим еще какие-то свои. Первая разработка — это хеджерный рисков через социограф. Не знаю, насколько я там понятно, выразиться или нет, но если посмотреть на текущую ситуацию, какого количества информации мы можем знать о любых людях, там, компаниях, их учредителях, их клиентах и так далее. Если раньше это было только, там, не знаю, справка из милиции, из банка, от налоговой, от миграционной службы, там, приводилась, не приводилась в милицию, то сейчас есть еще огромное количество социальных данных, то есть от социальных сетей, блогов и, там, других сервисов, с кем человек общается, как часто, куда он ходит, не ходит, что он там пишет, там, ну, в том числе, там, через чекины, через какие-то гиперссылки на онлайн-магазин, мы видим об огромном количестве людей, огромный пласт информации. Извините, я перебью, я вспомнил, как раз, когда ты рассказывал недавно виденную карикатуру, человек пришел устраиваться на работу и заполняет стандартную анкету, он говорит, и мне не интересна твоя анкета, скажи мне лучше, да, в какой социальной сети ты присутствуешь, а я посмотрю, что там ты лайкаешь, с кем ты общаешься и все будет ставить. Вот, поэтому на части таких сервисов прогарантировать, что ты не мошенник, а если вдруг ты мошенник, то иметь, как некоторый механизм, не знаю, воздействия на тебя, коллекшена, этих денег обратно и так далее, то ты должен там показать какое-то определенное количество друзей, которые за тебя поручатся, ну, там, разными способами, да, ну, то есть, первый вариант это некоторая социальная ответственность, второй вариант это ответственность там брендом или именем, то есть, вот уже в приведенных вариантах, не знаю, там той же Гинзе или взять, если из режиссеров, не знаю, там Бондарчука, Бекмамбетова или там известного писателя, но начинающего режиссера Бекбедера, ему есть что терять и это что-то, то есть, его имя, его бренд, он стоит тотал уже гораздо больше, чем, ну, на одной какой-то сделке, на одном проекте, на одном ресторане, на одной книге он сможет группа. А вот, кстати, еще один вопрос в связи с этим, а где у меня уверенность, что это именно он просит денег? Ну, вот такие вещи уже на себя берет площадка, то есть там, где он разместился, да? Площадка проверяет все равно, что это за люди, что это действительно они. А площадка как? Она физически, ну, понятно, вы пришли втроем, вы друг друга знаете, таких предложений будет масса, ты с каждым из них будешь встречаться физически? Да. Ну, не с каждым, то есть, там на старте получается, как проект заполняет некую заявку на сайте, потом заполняет анкету достаточно подробно, вот, и там достаточно подробно говорится о каждом участнике команды, об основателях и ключевых о ядре команды, то есть те, которые, возможно, не владеют честью доли. Вот, а дальше идет проверка стандартная, то есть, там проверяется, что это за человек, какой у него бэкграунд, вот, тот ли этот человек действительно и на что он просит. Как пример, на текущий момент вот мы уже собрали порядка 150 заявок, это всего за пару месяцев работы и сегодня мы рассматриваем только 4 проекта из них. То есть, естественно, вы сами выбираете, да, из 150. Ну, у нас есть определенный фильтр на старте, то есть, скоринг, ну, такой, да, аналог скоринга. И дальше проходит только то, что с нашей точки зрения, с точки зрения вот этого фильтра интересным для дальнейшего размещения на площадке. Кость, вот меня очень заинтересовала, смотри, какая история, ну, я не знаю, как ты, по отраслям можно вот эти предложения, возможно, ну, или по каким-то аналогам, по каким-то критериям разбить, вот в целом, да, о чем, в целом о чем, вот на что точнее просят, просят деньги. Давайте я приведу основные отрасли того, для чего хорош, или там, применим смарт-маркет-нет. Это первый источник компаний, назовем их там традиционные или классические, обычные компании, которые, там, ничем суперкреативным или технологичным, не знаю, там, почта России, РЖД, компании не публичные, всем понятные, с понятным денежным потоком, ну, таких компаний, на самом деле, несмотря на то, что прошло до этого приватизация, но их осталось еще очень много, вот, хлебозаводы, угольные шахты, их огромное количество. Второй пласт компании, это всевозможные интернет и мобильные стартапы. Стартапы, как действительно только-только начинающиеся, то есть посевной стадии, так и стартапы, которые, ну, уже существуют, там, год-два, им необходимо доп-финансирование для масштабирования, для выхода основателей в кэш, там, ну, для чего угодно. Третье направление, это все, что связано с интертейментом, то есть это кино, искусство, мода и так далее, не знаю, возьмем какого-нибудь дизайнера, Алена Ахмадулина, она показывает коллекции, ее все знают, ей есть чем рисковать, она хочет построить еще, не знаю, 5-10 новых бутиков, вот она, у нее есть, причем, уже лояльная база, это вот, опять-таки, что терять, да, то есть терять имя, терять социальные связи, терять базы тех людей, которые тебе уже лояльны и тебе уже доверяют и либо пользуются твоим продуктом. Выходит, размещает бизнес-план, дает либо нам, либо сама взаимодействовать со своей базой текущих и потенциальных клиентов, плюс мы помогаем там маркетинговыми инструментами, люди инвестируют, она сразу же получает эти деньги, строит, ну, соответственно, интертеймент, следующее, это все, что связано со спортом, вы наверняка увлекаетесь футболом, огромное количество, причем, ведущих клубов в Европе разместились как раз-таки по такой модели, не все нашли своего Абрамовича, но при этом у них есть гораздо большее, чем в России, количество фанов. То есть они Абрамовича ищут, а не Месси? Не-не-не, вот как раз-таки они, не найдя одного Абрамовича, но понимают, что у них есть армия фанатов, единственное, у них там не было тогда таких площадок, но они на своем сайте делали похожий движок и говорили, вот мы продаем клуб микродалями своим болельщикам. То есть это, ну, не только футбол, это вообще весь спорт, просто футбол в этом уже сам по себе без всяких площадок исторически за последние, там, 10 лет очень сильно преуспел. Там огромный оборот денег, огромное количество таких микроакционеров, ну, в основном, правда, футбольных клубов. это проекты, связанные, я тут уже запамятовал, какие есть еще целевые аудитории. Ну, давайте мы, сейчас уже, к сожалению, нет времени вспоминать, потому что мне нужно уже начинать прощаться и долго, долго вас представлять, поэтому, если вы позволите, я не буду, я просто имя и фамилию назову, а у вас, точнее, к вам не просьба. Вы какие перспективы вообще видите вот в этом направлении? Это будет востребовано? Слава. Ну, я бы вообще из всех проектов, которые у нас сейчас есть в портфеле, по приоритетности, точнее, по скорости их выстрела, сделал следующее. Это вот, я думаю, быстрее всех, потому что это самый понятный и уже там очень востребованный продукт. Это LifePay, это вот эти... Я понял, Слава. Потом MyApps и... Я думаю, мы еще встретимся, поговорим об этом неоднократно. В гостях Владислав Солодкий, Вячеслав Семичук, Владимир Шабалин. Спасибо вам огромное и успехов в бизнесе. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание и всего хорошего.